Привет, дорогие зрители и особенно, конечно, зрительницы. Вот мы прожили уже в Канаде ровно 25 лет. И знаете, все эти 25 лет, я все-таки бывший журналист, я хотел то ли книгу написать, то ли цикл рассказов, но все не брался, все ожидал, когда сложится такая цельная, такая логическая, последовательная картина жизни в Канаде, чтобы донести, так сказать, высоты своей мудрости и познания страны. Но знаете, вот чем больше я живу в Канаде, тем меньше эта цельная картина складывается. Она не только не складывается, она вроде как наоборот даже рассыпается на такие кусочки, какой-то мозаики, какие-то отдельные случаи, отдельные впечатления, отдельные какие-то происшествия. И я уже подумал, ну хорошо, ладно, не получается, цельная картина. Тогда я именно вот такие эти случаи, эпизодики какие-то случившиеся или с нами, или с теми людьми, которым близко, хорошо знаем, вам расскажу. Ну, а вы уже сами там из этих кусочков складываете каждый свою картину. И за эту картину я никакой ответственности не несу. Ну, действительно, я поэтому так и назвал эти циклы, свой YouTube-канал, я назвал «Сказки о Канаде». Ну, действительно, ну какой сказочника спрос? Сказка ложа, в ней намек, добрым молодцам, ну и девицам урок. Слушайте и внимайте, или не внимайте, дело ваше. Так вот, сказка первая. Наш первый день в Канаде. Ну вот представьте себе, в самый первый день в Канаде, 4 июля 1995 года, прекрасный солнечный день. Просыпаюсь в 6 утра. Почему? По двум причинам. Ну, во-первых, перелет накануне был из Европы в Северную Америку. Понятно, что это сказывается на сне, но дело даже не в этом. Дело в том, что вот мои дети и жена, они не очень-то и хотели в Канаду. Ну, дети так еще, жена совсем не хотела. Ну, я сказал, ну, с папой то вы не пропадете, все будет хорошо. Они мне просто вот так поверили. И вот мы приезжаем в Канаду, это при том, что в Киеве мы жили достаточно хорошо. У нас была квартира, там на Красноармейской, кто знает Киев, тот знает, что хорошо возле Дворца Украина. У нас была дача там на Днепре, у нас была машина, у нас был свой бизнес. То есть мы жили, в общем-то, достаточно хорошо. И вдруг вот папа выступает с такой идеей, давайте начнем в 40 лет, но это мне было 40 лет, и моей жене столько же. Вот 40 лет начнем новую жизнь. И вот мы ее начинаем. Без английского, ну, почти там такой слабый-слабый, мы в школе, в институте, оба женой учили немецкий, да. Фактически без денег, потому что к тому моменту наша квартира была не продана еще. У нас были какие-то минимальные деньги, там задачу мы продали за 12 тысяч, там машину продали за несколько тысяч, что-то такое вот. Вот с этими минимальными деньгами мы приехали. То есть профессии наши инженеры и журналист без знания английского языка, естественно, в Канаде не контируются. То есть практически мы приехали без денег, без английского и без каких-то знакомств, связей, без знания реалий канадской жизни. Ну, это все было достаточно сложно. И, как вы понимаете, нам бы никто, естественно, таким людям без рода, без племени в Канаде, никто бы хорошую квартиру в хорошем районе не сдал, конечно. Поэтому через дальних там знакомых-знакомых мы сняли квартиру, такую себе паршивенькую квартирку, в паршивеньком таком райончике. Ну, с чего-то надо было начинать. Естественно, никакой мебели у нас нету. И вот я уже сюда просыпаюсь, ляжу. Спит моя семья, моя любимая жена и два сына, одному 11 лет, другому 16, спят, такие какие-то спокойные, умиротворенные. Думаю, ребята, вам легче. Вы надеетесь на папу. Вы думаете, что папа умный и всемогущий. У самого папы есть по этому поводу большие сомнения. Но также у него есть и большой козырь. У него есть знакомый, которого он знает 25, 25, да, ну где-то так, много лет уже знает к тому моменту. Он только недавно переехал в Канаду. И вот сейчас я ему позвоню, у меня был его номер телефона. Он, конечно же, очень обрадуется родному человеку тут на чужбине. Вот тут же, естественно, подскажут мне. Так, слушай мою команду, делай раз, два, три, делай то, сё, этого не делай. Ну, в общем, как говорится, возьмет надо мной плотное шефство и все пойдет хорошо. Это только первый день, так трудно. И вот я, денег у меня, естественно, монеток нету, позвонить. Я выхожу на улицу рано утром, пытаюсь как-то разменять 5 долларов, ничего не получается, все закрыто. Встречаю девушку, по-моему, это была девушка, как теперь говорят, с низкой социальной ответственностью. Она ничего не поняла из того, что я говорил. Ну, так я показывал сторону телефона, она дала мне 25 центов монетку. Я ужасно боялся как-то не так позвонить. То ли сначала номер набрать, монетку бросить, то ли наоборот, что не дай бог я потеряю монетку, а второй девушке с такой ответственностью я не найду, и что-то да случится. Но как-то обошлось. И вот я звоню ему и говорю таким дрожащим голосом, привет, это я, я приехал. Он так, кто я, куда приехал. Я думаю, ну он просто не понял, что это я. Вот когда поймет, он тут же взорвется, ну просто вот, так сказать, от радости и кинется мне помогать. И вот когда я стал объяснять, кто я такой, я ему объясняю, и на другом конце повода тишина. Я с ужасом понимаю, что он понял, кто это, но все равно почему-то какого-то такой радости не высказывает. Он как-то так, ну да, ну хорошо, ну приехал. Он сказал, знаешь, ну давай как-нибудь, может быть, встретимся, может быть. Я совершенно не был к этому готов, я совершенно не знал, что сказать. В таком случае сказал, ну хорошо, спасибо, да, я тебе как-нибудь позвоню. Вот, и повесил трубку, и прихожу домой. Дети еще спали, жена, которая проснулась, она посмотрела на меня и ахнула. Говорит, что случилось? Я говорю, ничего, все нормально. Говорит, ты белый как стенка. Ну, ладно, к этому надо было как-то перебить, и детям, естественно, не показывать и не рассказывать ничего этого. Ну да. А я детям все рассказывал, еще до того, в Киеве дети, вот вы себе не представляете, что такое западный магазин. Они никогда, естественно, в Западе не были. Вот мы приедем, там есть все. Вот то, что мы тут в Киеве покупаем, это ничего. Вот мы говорим, в Западный магазин, там есть всего много. Такое разнообразное, интересное и дешевое. Я вот смотрел фильмы или фотографии, я там смотрел, какие там цены. Вот смотрите, например, колбаса 90 центов. Представляете, 90 центов. Ну, естественно, я был уверен, что это за килограмм. Ну, откуда у нас в Советском Союзе тогда все цены были за килограмм? Значит, я был уверен, что и колбаса тоже 90 центов за килограмм. Значит, ну, мы сейчас пойдем и принесем там несколько кульков еды, и прекрасно, и дешево, и мама будет счастлива. И мы с детьми пошли, чтобы маме сделать такой сюрприз. И вот мы приходим в магазин, естественно, первый попавшийся, понятия не имел, в каких магазинах надо покупать еду, по какой цене. Все. Смотрю внимательно. Тоже детям говорю, смотрите, какое все дешевое, сколько мы сейчас накупим. Они такие более внимательные, говорят, папа, так это же не за килограмм, это за 100 грамм. То есть автоматически в моих глазах, в моем, так сказать, понимании, все подорожало ровно в 10 раз. Ну, вот представьте, поставьте себе на мое место, вот если вот где вы там живете, вот еда у мазины, не только еда, все товары одномоментно подорожали в 10 раз. Вот как бы вы себя чувствовали без работы, без заработка, вот точно так, как было в нашей ситуации. Ну, я, наверное, еще раз побелел, но дети этого не заметили, ничего мне не сказали. Итого, в результате мы потратили столько, сколько мы тратили в Киеве на месяц на продукты. А тут мы потратили и пришли не с огромными кульками, как я думал, а пришли мы с такими небольшими скромными кулечками. И на маму недоуменный вопрос сказали, ну, зачем покупать так сразу много? Мы купим в другой раз, чтобы все было такое свежее. Ну, так как актер с меня плохой, как вы видите, она так тоже не прониклась и говорит, ну, ладно, хорошо, сделаем еду какую-то, при том, что есть. Вот мы приготовили какую-то еду, и я вот так, у меня настроение совершенно упало, уже конец дня. И я думаю, ну, все, ну, все, наверное, хуже, чем сейчас, уже быть не может. Ну, вы знаете, я очень-очень ошибался. Оказывается, это было еще неплохо. Плохо стало, ну, там, через неделю, через две, я уже не помню, вот тогда уже стало плохо. Там что получилось? Как я уже говорил, мы жили в таком себе доме, в таком себе райончике, в таком себе, с такими себе соседями. Некоторые из них так мочились там сверху на наш балкон. Ну, такие мальчики там вьетнамские, ну, иммигрантский район, что вы хотите. И я вспоминал тот дом наш в Киеве, в кирпичный, высокий, красивый, там, просторную квартиру, нашу, уже выкопленную к тому времени, все. И думаю, куда я привез свою семью. Но они молчат, они молчат, не жалуются. Вот, купили мы какую-то там подержанную машину, почти на последний день. Потому что мы были уверены, что квартира продастся, скоро придут деньги. И, как по тем понятиям, мы думали, огромный день жищи, там за квартиру 55 тысяч, по-моему, мы продали. То там какая-то совершенно невероятная сумма. Вот. И вот мы купили машину, и был как раз день рождения, сын говорит, ну, давайте, тут столько озер, вокруг так рыба ловится, давайте мы поедем вот на эти озера. Ну, давайте, ну, как-то поднять настроение. И вот мы садимся в машину, едем на эти озера, не можем там найти доступа к озеру, там туда вход запрещен, туда проезд запрещен, мы заранее не подготовились. Как-то, ну, так все пошло не так. Я думаю, ну, ладно, поедем на второе озеро, там тоже что-то как-то не так. И в таком настроении, так себе настроение, возвращаемся домой. Жена открывает дверь, и ее голос я не забыл до конца своих дней. Голос был не тот, что панический, я даже не знаю, как сказать этот голос. Такой испуг, ужас. Витя, нас обворовали. И понимаете, вот в чем был ужасность этого момента, что мы там приехали, ну, как мы думали, с криминального Киева в некриминальную каналу. Так вот, в Киеве нас ни разу не обворовали, а тут в Канаде только мы приехали и нас обворовали. Хотя у нас там и воровать особо нечего было. Ну, что там было? Ну, какая-то наличка, какие-то наличные деньги там немного было. Украли технику Пал-Секам, мы же привезли, чтобы можно было там смотреть видео в той системе. Ну, молодые зрители даже не поймут, о чем это. Я говорю, ну, моего возраста пойму. Пал-Секам, видеокамеры, там, видеомагнитофоны, телевизор только вот успели купить за 500 долларов огромнейшие деньги. Все это украли. И самое страшное, что украли наши паспорта, украинские паспорта с вклеенными канадскими визами. То есть мы остались не только без денег, без языка, но мы еще и остались без каких-либо документов, подтверждающих, кто мы такие и что мы такие. Ну, и мы не знали, что делать. Хотя как? Знали, знали, знали мы, что делать. Мы перед этим еще в Киеве смотрели сериал западный о работе полиции в Канаде. Звоните 911. То есть вот звонок и через 2 секунды сирена, едет полиция, там собака, отпечатки пальцев, там порошок какой-то сыпьют и все такое вот. Ну, естественно, мы пошли, звонили 911. И на своем прекрасном, в кавычках, английском сказали, что нас обворовали. Мы позвонили и, естественно, я тут же пошел встречать полицейскую машину, потому что в сериалах она всегда приезжала через 2 секунды. Ну, не через 2, но через 5 секунд кто-то должен их встретить. Я их ждал час, два, три, четыре. Они не приехали, я перезвонил, они говорят, не волнуйтесь, приедут в порядке очередности, приехали. Они приехали через 24 часа. Причем как? Приехали на простой машине, без всяких там мигалок, без всяких сирен. Полицейские были не в форме, двое ребят в кроссовках, штатской одежде. Ну, правда, в бронежилетах я потом рассмотрел уже. И так спокойно заходит, мы в такой панике. Вот тут наши версии, вот тут может взломали дверь, вот тут может через балкон какие-то выдвигаем, чтобы им помочь в ихнем расследнике, которые они, конечно же, сейчас прямо кинутся делать, безусловно же. Вот они так спокойно, не могут понять, почему так волнуемся, а мы не можем понять, почему они так спокойны. Они говорят, ну вам же номер файла нужен, какой номер файла, надо, чтобы этих жуликов, воров поймали, наши вещи вернули. Говорят, так мы их не найдем. Как не найдете? Это бесполезно. У нас никаких нет шансов их найти. Вы не знаете никто, ничто, видеокамеры нет. Ну как, как практически мы будем искать? Все, что мы можем сделать, можем дать файл, номер файла. Вы заявите в свою страховую компанию, страховая компания вам все возместит, какие проблемы? Ну какая страховая компания? Ну какая страховка? О чем вы? Опять они на нас с изумлением, мы на них смотрим. У нас, естественно, не было никакой страховки, мы понятия имели, как эту страховку делать. Ну после того, мы, конечно, уже делали все время, тогда мы не знали. Ну они пожали плечами, сказали, ну все, что мы можем сделать, здесь каким-то чудом найдется, мы вам позвоним, но очень-очень маловероятно, что что-то найдется. Вот, и вот мы остались вот без ничего. Мы даже не представляют, что можно делать. Идти восстанавливать документы как? На основании чего? Приходи говорить, что я такой вот Виктор Кириченко, а чем докажешь, у меня не было. Ну вообще никаких документов англоязычных, ну разве что там, журналистское удостоверение на украинском языке я мог показать. Искать, член с юзо-журналистов, да. Вот, мы были просто в панике. И два дня мы не знали, что делать, но к счастью на третий день оказались благородные эти жулики, воры, эти грабители, так сказать. Они подбросили наши паспорта, они для них никакой ценности украинские не представляли, естественно, вместе с клеенными канадскими визами, они подбросили в соседний дом мусорный ящик. И вот менеджер этого нашего дома, он слышал, что там кого-то ограбили, позвонил менеджеру нашего дома, то нам сказала я, с дрожащими руками и дрожащими коленками к нему пошел. И к счастью, единственное, что там было, это были наши паспорта с этими визами. Ну так, накануне шел дождь, там все расплылось, там совершенно было все неузнаваемо, и я был уверен, что ничего этого не поможет, но тем не менее это лучше, чем ничего, хоть что-то. Вот, очень жалею, по сегодняшний день жалею, что я как-то не догадался дать менеджеру какие-то денежки за то, что он это сделал, потому что, ну, просто не догадался, не до этого мне было. Вот, и вот пошел, пошли мы с этими документами в канадское какое-то там представительство, чего-то там, не помню уже, какой-то офис, и говорим, что ну вот такое случилось, ну вот у нас есть, ну, конечно же, эти документы недействительны, что с нами будет, так чуть не плачем, тоже, как тебя полицейские смотрят, не могут понять, чего вы так волнуетесь, говорят, ребята, ну в чем проблемы? Во-первых, тут номер есть визы, мы видно, мы его сейчас по номеру найдем, но даже если бы вы не принесли и паспорта, даже если бы вы не принесли и этой визы, если бы вы ничего не принесли, только сказали свою фамилию, все равно в компьютере, все бы нашли, восстановили, так что не волнуйте, все будет хорошо, вы в надежных руках, с улыбкой. И знаете, и у нас так, такое облегчение наступило, у нас наступило такое облегчение, даже не из-за того, что там нам вот документы восстановят, а из-за того, что мы попали в такую страну, где люди, ну, с улыбкой, те помогают и успокаивают, и вот за эти 25 лет это главное впечатление, оно только усилилось, что мы живем в нормальной стране, где вот эти официальные структуры не против тебя, а за тебя, вот. И вот с этого момента, вот с этого момента, когда они нас так успокоили, началось какое-то медленное, противоречивое, с ошибками движение наше вверх в Канаде. И началось с того, о чем я расскажу в нашей следующей передаче, в моей следующей передаче, а то такое, Маня Величие, мы Николай Второй. Когда она будет, ну, я думаю, через несколько дней, как будет настроение, какие будут отклики, кстати, об откликах, я буду очень рад, если вы напишите какие-то свои отклики, пожелания, критические замечания, там, предложения, все, что смогу, отвечу, что не смогу, не отвечу. Ну, если вы подпишетесь на канал, хорошо, а не подпишетесь тоже, я же это делаю не для денег, не для славы, как говорится, а просто вот, ну, такую летопись нашей жизни в Канаде, если вам интересно, хорошо, а не интересно, ну, посмотрят мои дети, может быть, внуки, которые вряд ли хотя будут знать русский язык, что они, если долго мучатся, что-нибудь получится. Спасибо за внимание, до следующей встречи.